Всем привет! Вы на канале ProComputer и в этом видео я вам покажу, что делать, если ваш компьютер или ноутбук просто завис. Если компьютер не реагирует на какие-либо клавиши или не реагирует на мышь, то смотри это видео до конца и я тебе покажу, как решить данную проблему. Итак, друзья, всем привет! Вы на канале ProComputer. Итак, поехали! Также я тебе рекомендую посмотреть вот эти два видоса. Если ваш компьютер или ноутбук завис, не нужно спешить и перезагружать ваш компьютер с помощью кнопки. Есть довольно-таки простые способы, как растормозить ваш компьютер. Будет обидно, если вы печатали какой-либо документ и ваш компьютер, естественно, повис. Вы сразу перезагружаете его с помощью кнопки и, естественно, теряете все данные. Я вам покажу, как этого избежать. Итак, если ваш компьютер завис, вам необходимо зайти в диспетчер задач Windows, посмотреть, какой процесс затормозил компьютер. Сделать это довольно-таки просто. Вы нажимаете сочетание клавиш Ctrl-Alt-Del и вы попадаете в диспетчер задач Windows. Еще раз. Нажимаете клавишу Ctrl, не отпуская клавишу Ctrl, вы нажимаете клавишу Alt и не отпуская клавишу Ctrl-Alt, вы еще добавляете туда клавишу Del. Выбираете диспетчер задач. Если он у вас отображается вот так, то вы нажимаете на подробнее. И перед вами уже открывается полный функционал диспетчера задач Windows. Еще раз повторюсь, сочетание клавиш Ctrl-Alt-Del подходит ко всем версиям операционных систем Windows. В диспетчере задач во вкладке процесса вы должны найти то приложение или программу, которое не отвечает. То есть это приложение или программа сделало так, что ваш компьютер или ноутбук завис. По каким причинам оно не отвечает, это можно разбираться долго. Но я вам покажу способ, как прогнать ваш компьютер на системные ошибки и восстановить целостность системы с помощью командной строки Windows. Итак, вы когда находите приложение, которое не отвечает, оно выглядит вот так. Вы выбираете, например, приложение правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираете снять задачу. Также это можно сделать, если вы выделили какую-либо программу, пусть это будет Google Chrome, которая не отвечает или подвис, соответственно и подвис ваш компьютер. Вы кнопкой нажимаете снять задачу. Друзья, давайте я вам покажу способ, как перезапустить проводник Windows, если он завис. Для этого нам вновь необходимо зайти в диспетчер задач Windows. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Alt-Del и попадаем в диспетчер задач Windows. В интерфейсе диспетчера задач мы переходим на вкладку файл и выбираем запустить новую задачу. Здесь мы вводим всего лишь одну команду. Эту команду я оставлю в описании под видео. Набираем Explorer XC. Нажимаем ОК. Проводник перезапустится. Бывает это также помогает при зависании вашего компьютера или ноутбука. Зависаний бывает множество. И что каждый понимает под зависанием компьютера, это все индивидуально. Друзья, если у вас зависла программа или приложение, то можно выполнить следующее. Нажимаете на клавиатуре сочетание клавиш Alt-F4, также нажимаете сочетание клавиш Alt-F4, но обратите внимание, у вас должен быть открыт рабочий стол. Не должно быть никаких окон открыто. Появляется меню завершения работы Windows и стрелками вниз вы можете выбрать то действие, которое вы хотите сделать. Далее вы нажимаете Enter, ваш компьютер перезагрузится корректным способом. Друзья, если ваш компьютер завис во время игры, я вам рекомендую перезапустить ваш графический драйвер с помощью комбинации клавиш Windows Ctrl-Shift-B. Это также может помочь восстановить работоспособность. Если у вас компьютер виснет каждый раз во время работы или игры, рекомендую выполнить проверку и восстановление поврежденных системных файлов. Смотри, как это сделать. Что нам необходимо сделать, это запустить командную строку от имени администратора. Правой кнопкой мыши вы щелкаете по меню пуск, неважно в какой версии Windows вы это делаете. И в найти пишите cmd. Поиск Windows отлично справился и в лучшем соответствии у нас появляется приложение командная строка, но мы щелкаем правой кнопкой мыши по нему и выбираем запустить от имени администратора. Теперь мы пишем вот эту команду. Естественно, эту команду я оставлю в описании под видео. И нажимаем Enter. Операционная система Windows проверит, насколько испорчены наши системные файлы и восстановит их автоматически. Этот процесс займет определенное время. Не выключайте компьютер. Обратите внимание, я нажал клавишу Enter, но у меня здесь ничего еще не появляется. Здесь нужно именно подождать. Все зависит от мощности вашего компьютера. Сейчас, после нашей команды, здесь будет показываться отчет о проделанной работе. Сканирование системы у нас запущено. Этот процесс может занять некоторое время, как я говорил ранее. Некоторые не дожидаются, пока начнется процесс. Выключают командную строку, пишут в комментариях, что эта команда не работает. На самом деле, надо немножко подождать. Друзья, как мы видим, утилита не обнаружила каких-либо намеков на то, что системные файлы у меня повреждены. Друзья, надеюсь, этот короткий урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.